Здравствуйте дорогие друзья! В эфире 39 серия выпуска Питерского Дачника. В прошлом серии я вам обещал, что покажу как можно улучшить такого типа инструмент, который стоит в фикс прайсе достаточно дешево и сомнительного качества. Но тем не менее, тем не менее, его можно улучшить. То есть, каким способом я вам сейчас покажу. Поехали! Мы все прекрасно знаем, что качество стали оставляет желать лучшего. Для бытового использования он вроде и подходит, но как только мы сталкиваемся с более сильными крепежами или теми работами, которые нам нужно произвести, и прочности этого инструмента, как правило, не хватает. Но я попробовал. Если закалить этот инструмент, то он получается очень даже ничего. Но для этого нам нужно что? Или вот такой вот прибор, который наверняка есть у многих. Ну, если у кого-то его и нет, то можно воспользоваться простой газовой плитой, хотя это будет и достаточно дольше. Но, тем не менее, результат будет практически тот же. Хотя мы воспользуемся вот этим вот агрегатом. И сейчас я вам покажу, что из этого получится. Для начала берем какие-нибудь пассатижи, головку, которая вам нужна, которую вы хотите улучшить, и просто помещаем в пламя. На самом кончике температура максимальна. Камера, может, не передает истинный цвет, но до малинового состояния мы его доводим. Прогреем. И бросаем в воду. После этого мы ее достанем. Да, может быть, не очень приглядный вид. Эта амальгама немножко обгорела. Но, тем не менее, попробуем по нему пройтись напильником. Чувствуется, как напильник идет, как по закаленной стали. В итоге головка стала намного прочнее. Плохо фокусируется. Но, тем не менее, таким способом можно заметно улучшить ваш инструмент. Берите на заметку, я уже таким способом весь свой бюджетный, супер бюджетный фикс-прайсовский инструмент. Прочность достаточно улучшена. Видимо, все-таки ресурс и какой-то заклад прочности в том металле, из которого делают этот инструмент, все же есть. И он способен после закалки сравнительно сильно, ну не сильно, но достаточно увеличить свою прочность, которой вам будет достаточно, чтобы справиться с самым замысловатым крепежом или какими-то деталями, которыми вам нужно будет открутить. Так что, вот так, 39 выпуск подошел к концу. Если кому-то нужны комментарии, пишите, я обязательно отвечу. А сейчас всем пока. Всего доброго. До свидания.